Серёж, мы рады приветствовать тебя, во-первых. Мы приехали целой делегацией из Луганской Народной Республики. Все с огромным, так сказать, воодушевлением и с надеждой ждут твоего выздоровления. Всеми силами на расстоянии стараются тебе помочь. Мы от всего сердца желаем тебе, прежде всего, здоровья, вдохновения, на то, чтобы жизнь твоя полнокровная, плодотворная продолжалась, чтобы вот это грандиозное начинание в форме твоего дома всё-таки обрело когда-то завершённость, и ты обрёл уют, покой и самые, так сказать, гармоничные условия для того, о чём давно мечтала твоя душа и сердце. Ну, ещё раз, прежде всего, огромного тебе здоровья. Все тебе передают привет и очень сильно надеются, что всё обязательно так и случится. Ну, мы вот только что все вместе посидели, обсудили наши насущные вопросы, но хотелось бы, чтобы ты помог прямо на камеру, обратился к нашим соратникам, единомышленникам, которые остались там дома. И я хотел бы наметить несколько, так буквально, 2-3 темы, которые очень сильно нас волнуют. Ну, во-первых, при работе с общинами нам пришлось столкнуться с такой, как бы, долей, я бы сказал, откровенного невежества, которое выражается прежде всего в том, что люди не знают ни своих прав, ни статуса, ни даже тех чёрным по белому написанных законам, которые вроде бы позволяют нам осуществлять свои права. И что бы ты мог сказать, пожелать людям, на что обратить внимание, что в себе вспомнить, кто мы есть на самом деле, для того, чтобы вот эта честь, достоинство в человеке начиналось просыпаться, он действительно вырастал в человека, а не, так сказать, гражданина, который терпит всю жизнь, от начала до конца, и неизвестно ради чего и что. Ну, вот, где-то так. Правовой статус человека, его возможностей, как бы, помочь людям это всё-таки осознать. Освяти, пожалуйста, хоть, насколько ты сможешь эту часть нашего разговора. Вообще-то, это очень огромный пласт информационно-правовой, общественный, современным языком превратили в социальный. Просто так за пять минут, конечно, с этим не разберёшься. Мы всю жизнь идём к тому, чтобы выдавливать из себя рабаей, становиться, в общем-то, человеком. Пчелой век, навек. Век живи, век учись. Вот, а это очень тяжёлый труд. Во-первых, позволить самому себе учиться, разрешить себе самому учиться, а не останавливаться на таком-то уровне. Не как, чтобы в школе там остался на второй год. Ну, ещё раз посидел второй год. Взял, ещё раз изучил те же самые предметы. То есть, жизнь-то нам не даёт таких условий. Поэтому, что для Луганщины в этом отношении? Я считаю, что условия просто идеальны для того, чтобы человек, наконец-то, мог, в общем-то, и стать человеком. Потому что так и как вас там трепят, так и вас там чистят. Вот, для россиян эти вещи непонятные, и они абстрактные. Вот, а когда всё это через кровь, через боль, через утраты, через потери, через разрушение, казалось бы, можно к этому по-разному относиться. Но на всё воля, скажем, вот, Всевышнего. Как ни странно, лучше тренер. Да, и случается, на самом деле, идеальные условия. То есть, у вас, получается, процесс эволюционирования, вот, человек, как духовно-нравственный, да, процесс эволюционирования, может идти гораздо быстрее, скажем, чем при спокойной, вольготной, сытой жизни здесь набросить. То есть, с одной стороны, вроде как, ограничили, с одной стороны, вроде как, поставили в условия очень тяжёлые, практически невыносимые для людей, когда и смерти рядом близких, тут же рядом ополчение, которое там периодически ротируется, ротацию проходит, и общаетесь с ними. Тут же потери, тут же кровь, тут же разрушение, и в то же время остаются возможности, при которых вот эти процессы быстро и быстро-быстро проходят. Вот возьмём... И доходятся, да. Да. Что такое духовная жатва? Вот Бог как к нам относится? Ну, как частички свои. Нас направили сюда с какой-то определённой целью, с какой-то определённой миссией. Вот, а мы всячески уклоняемся. Всячески разными способами, под любыми предлогами, но лишь бы только не выполнять вот то, для чего мы сюда пришли. То есть мы не находимся в богосотворчестве, да? А нас современная система ввергает паразитизм. Ну, так просто построить. Серёж, извини, вот это творчество людей, которые не хотят просыпаться, кстати, находит такие изысканные мотивации для себя, чтобы ничего не делать, спать продолжать. Ну, вот это самое главное штуку. Причём, в том, что работать над собой очень тяжело. От слова «стяжание», оно происходит от слова «тяжесть». Вот. А себя любимого, допустим, начать учить, воспитывать, перевоспитывать, на самом деле очень тяжело. Проще других людей. Куда-то пойти, кому-то что-то рассказать, кому-то чему-то научить, ещё что-то сделать. Но вот касательно себя какие-то вещи, ни в коем случае, скажем, не делать. Поэтому, с одной стороны, да, вроде трагедия, а с другой, если посмотреть, это просто колоссальные возможности. Колоссальные возможности ускоренного духовного роста. Вот возьмём 20-й век, кровопролитные войны какие, да? То есть, жил-жил-жил человек, потом, каким-то образом, он попадает в условия в вооружённом конфликте и осуществляет на смерть. Что при этом происходит? То есть, он понимает, что вот, идя в бой, да, нагодясь, вот у него шанса выжить, сейчас практически нет. Что с чувством страха происходит? Вот оно трансформируется. Трансформируется, и вот в этот момент, буквально там, за секунду до смерти, человек проживает жизнь всю, которую... И обретает вечное достоинство. Да, и обретает, в общем, просветление, приходит к просветлению в этот момент. То есть, осознанно, приходя вот к мере. Поэтому, вот, тоже трагедия, казалось бы, война с одной стороны. Но раз это происходит, то кому-то это нужно. И вот, есть такое убеждение, что во время, вот, как раз, конфликтов, все эти смерти, очень большое количество людей, если они осознанно к этому подходят, то уже готовы. То есть, они проживают и приходят к тому другу, которому обычному человеку нужно прожить долголетнюю жизнь. И то, придет он к этому, и не придет, под большим вопросом. Вот. А время войны, это все просто. Поэтому, вот, вот, у вас, хотите, не хотите, в общем, созданы идеальные условия для того, чтобы вам эволюционировать духовно быстрее, быстрее, быстрее. Каким образом? Как создать теперь условия, при которых эволюционировать будет проще? То есть, условия являются ключевым звеном? Нет, оно не является ключевым. Ключевым является цель полагания. Если мы для себя решили, да, что идем туда-туда-то, собрались в кучу, стали целыми, можем определить цели полагания и цель, и вот, начинаем идти, а обстоятельства и условия нас понуждают просто либо быстрее это делать, либо медленнее. Вот, вопрос быстрее или медленнее тоже такой он, риторически. Ну, что нам лучше? Ну, если у вас это происходит и люди там живущие попали в эти условия, что какой-то вот можно сделать, то там в небесной канцелярии, в общем-то, виднее, что какие уроки нам преподать. Если создали такие условия, значит, надо воспользоваться этой, как возможностью, не как утратой, а как возможность. Вот, когда, получается, человек понимает, что это возможность, то он себя ведет совершенно иначе в таких условиях. То есть, он все равно находится в богосотворчестве, он все равно понимает, что в нем частичка божественная и вот он как раз должен идти вот к этим основным-то целям стать человеком, прийти к Богу. Он же может на всякое рассуждать и говорить, прятаться. Вот, недавно мы встречались с Ламой, буддистом, он очень тоже интересен. Там нет Бога. Ну, вот нет Бога, и все. Вот, нирвана, прийти к этой пустоте и прочее, прочее. Надеюсь, разгорят эти вопросы. Вот, и пришли к тому, что сам буддизм, он с точки зрения техники безопасности движения человека в пути духовного развития консервативен и проще, нежели система, которая у нас, да? То есть, мы еще не готовы, мы еще не являемся пустотой, мы не различаем, что такое пустое, полое, полное, полное и пустое, да, как это взаимодействует, а нам уже говорят о Боге. А нам уже говорят о Троице, а нам уже говорят непонятно о чем. И вот, человек раздирается между информацией, которую он пережить не может, который ему объяснить даже невозможно. Потому что языком человеческим объяснической бух невозможно. Вот. А у них методики, они очень простые. Да, они по времени, по ресурсам длительное время, но вот сама медитация, вот она, допустим, давала технику, точно такая же техника и в Спасе. Единственное, может быть, там, поза лотоса заменена другой позой. Нижняя часть, чтобы закрыть, допустим, землю. Силы оставить, и пустить. Здесь нам, вот как раз, создание условий для того, чтобы человек стал пустым. А вот, когда человек пришел к нирване, я говорю, а дальше что? А вот дальше как раз появляется и Бог, и все остальное. но перед этим человека вот просто-напросто не заводят в блуд тем, что понять нельзя, пощупать нельзя, потрогать нельзя и объяснить нельзя. А мы, получается, пользуемся этими словами и тем самым ввергаем себя в систему непонимания и тем самым отдаляем этот процесс. И где вот место человека во всей этой цепочке, которую ты сейчас перечислил, и вообще, что это такое человек? Ну вот человек, это примерно Homo sapiens, который подошел вот к порогу нирваны, пустоты, просветления. Это является человеком. Вообще, человек по праву это существо, наделенное духом, душой, и соответственно имеет права и свобода соответствующие. Вот, это человек. Но если мы посмотрим, как развивается наше законодательство, то кроме как в Конституции слово человек мы больше нигде-то не видим. Правильно? Дальше у нас идет какие слова? Гражданин, физическое лицо, юридическое лицо и всякое прочее. И предприниматель, и все, что хотите, можно найти, но все это считается бездушным и не имеющим права на именно духовно-нравственные ценности. они просто-напросто отрезают. Поэтому, как себя человек позиционирует в этом мире? Если он в нем сохраняется потенция, он себя ощущает в перспективе человека. Это не потому, что я взял, захотел на этом все. Вот, допустим, мы очень долго занимались на Украине тем, что волеизъявления проводили, да? Писали себе эти бумажки, что я такой-то, такой-то провожу волеизъявления, считаюсь человеком и так далее, и так далее. Вот, волеизъявления и утверждение права субъектности человека. Вот это первый шаг, когда пожизненно, 9 апреля 15-го года, вот, есть ли что у нас? Всеобщая декларация прав, международный пакт экономический, международный пакт гражданский, декларация, конвенция, образ, конвенция права ребенка, международные народно-национальные документы и так далее. Ну, конечно, конституцию надо было сейчас включить ЛНР сюда, обязательно в порядке с прям ссылкой на статьи, которая как раз определяет там, где идет речь о правах в общем-то человека. Протоколе собрания как раз это отмечали. Потому что вот ориентация в первую очередь на международные все эти соглашения должны быть в самом конце, можем занимать не первое место, а вот там. Сначала мы говорим о том, что мы по-хорошему должны вообще развязаться международной системой. Зачем международные нормы права здесь, вот допустим, на моем подворье? Ну, зачем они нужны? Конечно. Какое я отношение имею к этим международным нормам и они ко мне, чтобы я ими руководствовался вот на участке земли, который у меня в пользу не находится, и я здесь проживаю? Ну, аж никакого, правильно? Дальше. Какие, скажем, нормы международного права я могу использовать для того, чтобы общаться с соседями? Через заборы и прочее, прочее. Поэтому международные нормы права специально было придумано от системы глобализации для того, чтобы нас как раз увести от культуры и традиций наших. То, что являлось у нас вот той особенностью, которую выделяло и самая главная отличительная особенность культуры от цивилизации. Вот мы от этого как раз отошли. Как только начали в первый угол ставить права человека, которые определены основаниями и принципами международного права, вот мы потеряли сами себя. У нас задачи совершенно и цели разные. Мы если возьмем декларацию прав человека, то там о правах человека ничего не сказано. В основном это о правах гражданина. О духе и совести где-то что-то, какие-то наметки есть, но понятно, что там свобода совести указана. Может быть такое земное право на жизнь. То есть нельзя человека лишать просто так вот жизни. Вот то, что сейчас происходит в Донецке и Луганске. То есть вам говорят о том, что в общем-то большому это право человека оно не защищено нико. Либо для того, чтобы его защитить, надо иметь ресурсы. В первую очередь какой ресурс? Государственное. А если у нас написано, что это Луганская народная республика, то теперь вопрос, почему до сих пор не национализирована промышленность? то есть народная. Почему до сих пор шахты, на заводы и все остальное? Часть там принадлежит у вас Ахметову, часть там Ефремову, часть тем, часть тем. То есть всех можно перечислять, набрать, но буквально там пять пальцев на руке и в принципе хозяева определены. Это что такое за народная республика, которая себе, вот если мы объявили, допустим, большевики объявили власть народу, пусть там декларации были, что рабочим фабрики, а земли там крестьянам, но промышленность была национализирована. Сейчас этого не происходит, поэтому вот эта бутафория, вот эта форма будто бы народная, за которой должно скрываться условие для духовного эволюционирования человека, оно как раз подменено. По сути, в общем-то, как был олигархат, как было рабовладение, так оно и остается. Вы, допустим, живя в Луганской республике, трудясь на каком-то предприятии или детстве, что-то зарабатывая, имея даже право на труд, а не имеете права распоряжаться результатами своего труда. То есть мы возвращаемся к тому, что так называем международное право, которое на слова декларирует, а фактически и человечности там очень мало. А фактически уводит нас вот как раз наше предназначение. И мы возвращаемся к тому, что в нашей культуре наших предков была такая традиция, условия, воспитание, которые действительно из человека формировали человека. Культура. Поэтому о чем идет речь? Международные нормы права они работают и хороши только тогда, когда мы выходим на международный уровень. Вот тогда мы можем ими руководствоваться. То есть в отношении с другими государствами, с другими народами. вот пожалуйста поменяем международные нормы права. А зачем они у нас здесь внутри, которые нам несут совершенно другие ценности? Ценности паразитизма, либерализма так называемого. Вот мы уже их сейчас мягко говоря пережевываем, доедаем. Вот 25 лет живем в либеральных этих условиях, в этих принципах и ощущение еще не понимаем, ощущение того, что это никуда, Путин никуда. вот он нарастает. Нарастает. Очень сильно. Особенно у вас. Если, скажем, здесь тихо, спокойно, никто хотя бы там не стреляет, да, и нет того беспредела, который, скажем, у вас там творит МГБ и прочее, прочее. Что за служки? Кому они служат? Народу? Как же народу, если только что говорили о том, что вроде республики народная, да, а средства производства и все непонятно. значит, опять люди находятся в положении раба, работодатель, рабовладельца, где-то там даже может территориально и не находиться вместе с вами и осуществлять управление через активы. Что необходимо? Необходимо самообразовываться. Поэтому территориальные общины, создаваемые, должны иметь задачу воспитывать в первую очередь те, кто попал и работают на государство, то есть воспитывать государственных служащих при любом контакте. Не считать, что вы отстранены от этих вот вопросов. Мы людей отправили туда на государевую службу на заклание. То есть о чем идет речь? Вспоминаем опять книжку. Богу Богово, а Кесарю Кесарево. Если человек попал на государственную службу, значит он оторван над божественным и замкнут полностью на систему Кесаря. То есть мы создали условия, при которых он духовно начинает деградировать. Мы его туда делегировали. Теперь вопрос. Насколько сильно он утвержден в духовных ценностях? Готов ли он пройти эти искушения властью, медными трубами так называемыми, и всем остальным? И выйти целым оттуда? Да, и выйти целым не потрепанным, да еще и с душой. И не продать Богу дьяволу, вернее душу дьяволу. Хотя все равно над этим стоит скажем, творец, как испытание мы все это получаем. Понятно, что по его воле и с его разрешения. Но тем не менее. То есть мы своих представителей из нашей же общины, из нашего общества направили для того, чтобы они выполняли определенные функции. Но как личности, им, как людям, это грозит чем? Утратой духовности. Потому что они работают на государство. Они, даже если гипотетически представить, что они там служат народу, то примеры, скажем, те, которые вы жизненные, скажем, вот те обстоятельства, в которых вы живете, говорят вам о том, что никто там народом не занимался, заниматься никогда не будет. И, в общем-то, власть, к сожалению, ориентирована на подавление. Да. И причем это настолько виртуальное образование, которое никакой ответственности не несет. И реальной жизни на местах людей вообще не чувствуют. А какой может быть отклик после этого? А вот какой может быть отклик, если, скажем, не может быть чести и достоинства? Как вот у государственного служащего, скажем, сохранить хрупицы хотя бы, если у него были эти зачатки, чести и достоинства? Допустим, в современных условиях, в России, во власть никто не попадет, кто имеет вот какие-то даже зародыши, чести и достоинства, тем более совестности. совестности. То есть, сама система, ее фильтр на фоне предполагает бездуховность. И как следствие результат такая жизнь. А как следствие результат это воровитость, это отсутствие нравственных принципов, это мораль. Вот все говорят, вот должны быть моральные. Аж только моральные. Что вот такого предпочтительного в слове мор? Уморить. Заморить. Мороз. Это то, что скобит, то, что и деформирует. Так или нет? Поэтому моральные принципы, которые проповедуются в государстве для государственных служащих и о чем говорят, что Алла это все высшее собранное, вот все, что собрано, все, что имеет накоплено опытом человеческим за всю за его историю для того, чтобы человека уморить. Вот это и есть моральный принцип. А о нравственности никто не говорит. Поэтому каким образом там можно, скажем, о какой-то духовности, чести, достоинстве говорить, если там везде и всюду присутствует мораль. Вот у них своя мораль. Мораль какая? От кесаря. От кесаря что может быть? Только то, что кесаря подчинено как раз отношение к человеку, к людине, вот как к животному. Вот так они к нам относятся. То есть вот как у нас в Украине Юлька-то была, как она кричала, что это все биомасса. Они к нам так и относятся, как к биомассе. Вот группа физических лиц, страна как территория, на которой эти физические лица проживают и находится все это во временном управлении. то есть вот это ускорение современной истории всех обстоятельств события, оно нам наглядно демонстрирует, что альтернативы человеческому способу существования просто нет. А то, что есть, оно быстро приходит на уровень животного и съедается на себя. то есть нам очень важно вспомнить о человеке и найти все возможности создать эти условия, чтобы он действительно становился человеком. Да, вот потом уже пойдет конкретизация. А каким образом все это делать? И каким образом донести до людей, что помимо того, что у него только физическое лицо, физическое тело есть, может быть есть и душа, может быть есть какое-то отношение к совести. Потому что над духом и над душой стоит совесть. Совесть, которую грызет. В Донецке мы в Славянске когда были, вот вспоминали эпизод, в котором обучают старших детей сова. Почему совесть? Он говорит от слова сова. Символ мудрости. А почему совесть грызет? Да потому что сова питается грызунами. Ну так, чтобы деткам объяснить, что такое совесть. Вот такая аналогия с природой. Согласен с тем, что сова мудрая? Да, согласен. А почему она грызет? Вот от нее слово совесть. А почему совесть грызет, когда что-то неспокойно на душе? Ну, потому что грызунок к порядку там приучает, они участвуют как раз в пищевой цепочке. Вот насколько просто и наглядно. Рядом с тем, что она грызет, якобы, да, совесть? Ну, грызет реально. Есть еще наше старое понятие совместное ведание с высшим планом. Мы находимся под водительством Божьим. То есть промысел Божий наконец-то стал путеводной звездой, тем дорогов к адам, по которым мы, в общем-то, идем. При этом мы отказались от собственной воли и на все твоя воля, но не моя. Как у Пушкина исполнись волей моей. И так далее. Как только мы отказываемся от собственной воли, мы становимся свободными. Потому что нами дальше водительствует, управляет воля Божья. Вот только после этого хомо сапиенсы можно назвать человека. Понятно. Хорошо. Друзья, надеюсь, у вас появилось много вопросов, которые в личном самоисследовании могут найти и ваши ответы. Сережа, еще вот хотелось обсудить с тобой такой момент и очень просим тебя дать какой-то напутствие, совет, что ли, исходя из твоего богатейшего опыта, когда ты поднял общинное движение на Украине до всех этих событий и оно начало набирать очень огромную силу и результаты были просто потрясающие. так вот какая ситуация у нас сложилась. Издаются очень странные законы, которые противоречат конституции ЛНР и в то же время нивелируют закон о местном самоуправлении, который был на Украине и он никак не противоречит конституции ЛНР, низводят этот закон до пяти пунктов временного закона, в котором противоречие с этой же конституцией просто местное самоуправление низводят до уровня возможно когда-то будут выбраны местные советы и больше ни слова. Остальные два-три пункта этого закона говорят о том как делить средства, куда их направлять вверх и так далее. И ссылаясь на этот закон местные чиновники они просто реально не дают работать. Люди немного растерялись, не понимают что делать и вот хотелось бы человека опытного тебя как правоведа услышать какой-то совет, какие-то варианты возможной работы общины их возрождения. Вот одна из основных задач современных властей не допустить возможность чтобы все-таки людинное граждание стал человеком еще не дай бог начал реализовывать свое право на управление то есть стать частичкой властью. Вот их основная задача для того чтобы не допустить эту ситуацию. Сама общая схема она проста несмотря на то что скажем они там переписывают как в ЛНР и ДЛН везде конституции на свой лад но всегда остается в общем-то механизм что есть у нас народ как источник всеми признаются что народ осуществляет свою власть непосредственно вот а дальше у нас наступает разрыв что есть кроме этого представительские органы власти так называемые государственные муниципальные вот какая основная сейчас задача государственных муниципальных органов чтобы народ как власть через непосредственные формы не участвовал в управлении не участвовал то есть без деятельности халатность отсутствие позиции отсутствие каких-то волевых устремлений отсутствие знаний в первую очередь совесть и всего прочего и вот они с этой задачей справляются то есть мы самоустранились мы не хотим принимать участие в формировании власти мы не хотим делать ничего потому что мы что сделали мы взяли и говорим давайте мы будем платить налоги исполнительную власть мы доверяем вам да вы пожалуйста исполняйте вот вам деньги на исполнение и вот что они делают их какая сна задача не допустить того чтобы мы каким-то образом вникали в эту власть в ней участвовали то есть они там сами себе сочиняют бюджет сами себе придумывают программы сами реализуют эти программы при этом если они все это делают сами перед кем им отвечать нести ответственность да не перед кем перед перед самим собой возникает такая корпоративная если хотите культура связь и вот за пределы этой корпорации все это дело не выходит власти вот а мы пользуемся тем что мы по сути по своей ленивы и не хотим скажем ничего делать тем более нам за осуществление власти никто ничего не платит так ли не вот мы допустим организовали как форму непосредственной власти территориальные громады вот чем они были страшны для власти почему мы так и не смогли провести с первых съезд в Черкассе которые намечали и там разогнали как раз преддемократов третьих про всех не дали собраться представителям потому что вот они страшатся того что а как же так источник власти да народ через непосредственные формы начнет им что-то указывать тем более ставить какие-то задачи вот сейчас очень много непосредственных форм начинает возникать скажем здесь в России вот это и движение восстановленных станиц по закону о реабилитации репрессированных народов восстановление станиц дальше проводятся народные вечи сдаются общественные организации сдаются другие движения допустим трезвая Россия многие движения допустим под лозунгом Путин наш президент и выполняем майские указы то есть вот о чем идет речь президент издал указы а исполнительная исполнительная власть их не выполняет нет как и получается майские указы двенадцатого года не выполнялись не выполняются и не будут выполнены никогда и на себя функцию вот этих вот исполнителей сейчас начинает потихонечку забирать народ и опять все это дело возвращать в органы исполнительной власти говоря им о том как же так что будто бы с другой стороны мы прекрасно понимаем что когда масоны придумали деление власти на три составляющие судебная это исполнительная власть и законодательная взяли нам заморочили вот этим всем отвечать никто никак не может судебная власть как регулятор она не работает да и не может работать потому что коррупция полностью а с учетом того что они вергли страну в правовой коллапс который наступил в конце в начале в середине девяностых годов и мы пока из этого правового коллапса не выкрали а мы никогда не выкрали уже создали правовую систему негодную для того чтобы государственного реализовывать свои права и вот мы как раз получается у нас есть разрыв между источником власти народом и непосредственной формой осуществления власти некоторые из этих форм допустим государственный случай вообще не признают вот они говорят написано референдумы выбора и другого ничего нет даже на эту статью которая говорит источником власти является народ они говорят да это просто так написали ну просто так ничего не пишется это основополагающие статьи но они прячутся за это но они прячутся за нашим незнанием да вот а наше незнание как раз вот им и выгодно что как это как это так вдруг народ согласно там основных принципов права разрешено то что не запрещено это основной принцип гражданского права если государственные случаи действуют на основании законов и в рамках только законов то мы действуем как так как считаем нужным единственное условие чтобы я не нарушал запреты запреты у нас сформулировано где в уголовном кодексе то есть не нарушая уголовный кодекс я могу делать все что угодно и форма осуществления власти может быть любой это может быть казачий круг это может быть и народные вещи это может быть и собрание это могут быть исходы и может быть все что угодно и вот у нас сейчас возник вакуум кстати в 82-й статье конституции нашей ЛНР где перечисляются формы местного самоуправления там и написано и другие формы ну так оно и должно быть потому что невозможно в законе прописать скажем все формы которые могут существовать представляете многообразие божественное в общественной организации жизни общества народа ну как можно все эти формы переписать сегодня одна завтра другая нам сегодня подходит это завтра она может быть уже не работает вот послезавтра там изменились условия и мы как творцы да пришли к решению что нужно другую форму создавать суть остается сутью но форма может меняться поэтому принципы оставаются остаются вот каким образом теперь нам заполнить вот эту пропасть как сделать мостик который от источника власти народа и непосредственной формы перейдет к представительским которые казалось бы должны быть подчинены подчинены этим но они вышли из под управления вышли из подчинения и говорят мы сами что хотим то и творим мало того они перетянули на свою сторону правоохранительные органы систему принуждения и нас понуждают жить так как им нравится и так как они себе там в голове что-то сложили что-то там себе представляют и вот люди с этим согласились по умолчанию хотя в той же конституции написано что не обязаны наши права защищать и получается что они должны защищать наши права перед государством по большому счету то есть государство нарушает наши права а правоохранительные органы государства должны в общем как-то их защищать как это сделать и вот начинается прокуратура заявление в прокуратуру а там корпоративный интерес а там допустим взять на районном уровне в администрации кто у нас там судья прокурор каждый вечер за рюмкой чаю сидят что-то обсуждают в своем скроне в своем система клана родственных отношений в своем кругу узком так называем избранных людей вот и решают допустим как жить в районе перераспределяют ресурсы кому-то дозволяют кому-то не дозволяют вот но основная какая сейчас тенденция направления деятельности государственных органов их задача сейчас все что находится в сфере управления правом в секторе дозволения перевести в сектор обязывания а еще лучше запрет вот в чем они занимаются то есть они законами выводят наши права то что нам дозволено сначала в обязывание а потом обязывание потихонечку перетягивают в административный кодекс по административным правонарушения либо в уголовный кодекс похоже на то что с первого числа ты имеешь право дышать через раз да через раз вот они к этому общему пристремятся право защищать свою жизнь отобрали ну во первых они считают что они скажем мы не должны защищать свою жизнь потому что нас-то рассматривает не как человек а как гражданин а гражданин вообще-то расходный материал это раб поэтому отношение такое как к рабам то есть мы живем по капитальному праву международному в основе его лежит римское право рабовладельческое так называемое вот оно допустим в конституции Украины и в конституции России совершенно четко прописано берете читайте все все там расписано точно так же как у вас берешь конституцию ЛНР что такое республика ЛНР определение читаешь все слова заимственные все слова импортные вот нам непонимаемые и поэтому вроде как дали определение что такое ЛНР а на самом деле выплывает там что это рабовладельческое государство обязанность которого обеспечить минимальный уровень потребности нанятого работника вот что такое ЛНР самое удивительное человек с божественным потенциалом согласился низвести себя до вот этого уровня раба если бы были в человеке то их не низвели бы наша как раз основная задача как цель поставить не только сохранить землю как объект вселенский но сохранить для кого для будущих наших поколений так ли что такое будущее поколение то есть нашей целью является воспроизводство народа людей для того чтобы они совершенно спокойно могли жить и создать условия при которых такие при которых вот эволюционное духовно-нравственное развитие как раз бы было доступно либо хотя бы был бы выбор мы четко понимали что вот это кесарево а вот это богово хочешь идти сюда не возражаем вопросов нет но есть альтернатива есть другой путь вот есть такой-то 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 выбирай а там дальше пусть человек принимает решение свободы выбраться так или нет так вот у нас сейчас получается то что божественно касается все убрали оставили то что кесаря касается и вот теперь получается нам вот эту альтернативу как раз диктует в рамках вот этого сегмента кесарева и делают нам выбор то есть вот из двух зол выбирайте какой почему я должен выбирать а может быть кроме зол там еще что-то есть не там ничего нету есть только вот это вот это вот это вот это и идут противопоставления нас как раз ловит на том чтобы мы никогда не стали человеком что такое человек сигнальные системы допустим у человека это не три как вот дошла современная наука то есть в этом веке только пришли к тому что есть третий сигнальный систем условно говоря это психологи все-таки признают что есть душа психо есть логос то есть наука о душе то есть 21 веке наконец научный мир признал что у нас оказывается душа какая-то есть и третья сигнальная система касается духа и души а 4 5 6 7 8 9 вообще никто не вспоминает да не то что смотрит а и не знает а что там дальше а дальше вообще пустыни больше ничего поэтому держит нас в теле как врусле того вопроса который мы начали сейчас смотреть то одна из насущных задач общинного движения это все-таки заниматься самообразованием и созданием условий для формирования имена человека по знаниям человека познай себя как везде писали древних познай себе пойди туда не знаю куда принцесс не знаю что вспоминайте филота вроде как шутливо форме написал про федота столица вот растащили на цитаты все растащили на цитаты а самое главное слушай ну хорошо самое главное где где вот то что он хотел сказать а никто и не вспоминает дальше там все что могут вспомнить вот и прыщик на губе пристрастишься здоровье в политической борьбе вот тебе заячий помет осиновая кора селешь осиновой коры взбодришься что знакомо мировоззрению тем и тешимся тем и тешимся а сам смысл всего это в конце то есть остается буквально минута полторы минуты до конца и как раз выплывает когда пришел уже федот выступил перед народом заклеймил власть изгнали власть вроде все сделали власть изгнали царя изгнали царевне пообещали все-таки нужно нормально еще что-то генералы все остальные там поколись народу служить это классика ну да вот а потом он стоит ну изгнали это сделали а потом надо же народ чем-то занят и он понимает что все он иссяк стоит а дальше пусто что он делает он обращается к своему я давай то то чего не может быть надо накормить надо что-то ждать что ему голос отвечает я давно уж не встаю на крылечке украин жду пока вместе закончишь совещанию свое то есть как только человек перестает тарахтить как только ум останавливается вот тогда приходит как раз что состояние ума дух душа совесть и так далее и способность слышать божье водительство так это оно есть поэтому вот финал то же самое должно к этому подойти то есть нужно когда-то останавливаться когда все-таки понимать что уже наговорился если что-то нужно дать то можно давать только то что мы можем взять вот оттуда сверху а мы проводники а мы инструмент через который средством способом которым через него вот через этого проводника божественно приходит в нашу жизнь и вот как раз вот здесь мы разорвали то есть мы бога бога оставили в одном месте а кесарю кесарю в другом месте и сказали что богу богу нам не нужно потому что это гражданину вообще не положено так как говорим что гражданин физическое лицо вот тогда речь идет о кесарю кесарю и в рамках вот этой парадигмы ну и в общем-то балдыхаемся и пытаемся каким-то образом в рамках уже ложной системы придумать что-то такое что нам поможет создать условия для духовного роста то есть в рамках кесаря может быть так нет конечно то есть пока мы все это не соединим пока мы вот эти мосты не построим между источником власти непосредственной формы пока мы не научимся грамотно и правильно формулировать решения допустим провели народные вещи ну напишите решение что вы там обсуждали что вы хотели что нужно сделать органам государственной власти и органам местного самоуправления а решение одной из форм непосредственной власти является нормативным правым основанием для деятельности государственных и муниципальных и вот что интересно достаточно создать два-три прецедента такого рода и очень быстро люди начинают вот как было в Краматорске к примеру очень быстро понимают что они могут это они начинают понимать когда допустим сделали какое-то действие ну чтобы сделать действие нужно знать а что это такое поэтому опять выходим на то что вот просвещение образование ликбез вот он должен предварять предшествовать всем этим событиям то есть надо во-первых себя осознать источником власти это первое во-вторых что я могу осуществлять эту власть через различные формы непосредственно осуществления власти которые не ограничиваются только тем что написано в Конституции это референдумы выбора что кроме этого есть еще и другие формы поэтому создание этих форм зависит от моей фантазии от моей способности находиться в богосотворчестве поэтому как это все вынести вот и сказать что вот-вот-вот новая форма во-первых никогда государственные служащие с этим не будут соглашаться на первых парах потому что для них восстановление этих связей то есть когда мы с головой на ноги систему взяли да поставили и они от нас получают эти решения но теперь вопрос нам-то никто за это денег не платит а им мы платим налоги и все остальное содержим так или нет они же у нас на бюджете сидят чтобы они нам жить не давали а мы не на бюджете поэтому мы и не хотим выполнять эту работу то есть у нас уже вбили при системе Кесарева Кесарева то что любая работа должна оплачивать причем настолько святая убежденность что они должны они должны а я ничего не должен потому что мне за это не платят вот когда мы самоустранились когда мы проявляем элементы бездеятельности вот с этого момента в общем-то все и начинается наша бездеятельность это основная причина того состояния которое нас завела теперешняя власть то есть а у них свои принципы либеральные сейчас в основном у них свои устои у них свои основы они все заканчивали там престижные зарубежные эти вузы в них залили идеологию нам чуждую которую мы в общем-то не приемлем да и не примем никогда вот и при этом они пользуются нашей бездеятельности тем что мы по своей сути очень ленивые собой заниматься не хотим развиваться не хотим самообразовываться не хотим мало того они создают и к этому все предпосылки сейчас Ливанова убрали допустим в России министр образования поставили нового министра а ведь он готовил так называемых квалифицированных потребителей цель какая была то есть не тружинка а потребитель сейчас вопрос опять возникает давайте в школах может быть там такой предмет как труд восстановим который раньше был что дети должны там помимо компьютеров что-то делать еще руками для того чтобы тренировать мозг а не только какую-то часть его вот и многое другое что будет делать новый министр ну посмотрим ну судя по тому боевому пути который она прошла с креном на современные крестьянские ценности не истинное христианство которое было раньше а исторически сложившееся то есть павлианство фактически вот сейчас министром поставили человек который полностью погряз по уши в павлианстве он руководствуется только вот этими ложными принципами которые нам тоже не свойственны вот сейчас она это начнет опять под прикрытием религии под соусом там какого-то там христианского учения то есть мягче не так как Ливанов делал хрязь егэ уберем экзамен зачем ребенку думать ребенок должен гадать больше ничего как можно допустим ребенка лишить права отвечать на вопрос так как он считает нужным как преподавателю учителю оценить способность ребенка вообще мышли к аналитическому мышлению способности делать какие-то выводы может быть какой-то задать ему наводящий вопрос как вот в системе егэ это все сделать да никак оно наоборот сети отвлекает от того и отключает от того чтобы думать и вот уже воспитали такое поколение то есть мы роботов получили уже самых натуральных мышкоблудов так называемых те которые кроме гаджета в общем ничего не знают больше их ничего не интересует о каком патриотизме там может идти речь при воспитании готовые только потреблять потреблять и потреблять да вот они квалифицированные потребители и вот система потреблятства она нас как раз в общем-то и захватила серьезно ну что бы ты еще мог добавить пожелания нашим общинам чтобы все-таки люди не отчаивались а а что отчаиваться у вас идеальные условия что же отчаиваться ну где еще можно скажем придумать лучше условия нежели в ЛНР и в той же ДНР да у вас там чехвостят хвост и в грилл смотрите государство беспредельничает МГБ там вообще не знает что делать территориальные громады там запрещают не дают в общем-то работать ничего в общем-то делать у вас же там все это в открытую совершенно если здесь кто может да если здесь скажем там прикрываются какой-то еще да формы там какой-то законности правосубъектности если вот там по беспределу делать да у вас там вообще все это в открытую делалось и делается у вас вообще полигон поэтому у вас условия в принципе идеальны вот надо понимать что у вас возможности для духовного развития, эволюционирования. Если проводить аналогию, что когда доходит до тебя, что у тебя пожар в доме, ты точно начнешь меры предпринимать какие-то, как и наша ситуация. Поэтому вот как тряхануть людей, как мозги почистить, как начистку поставить. Вот у вас очень жесткий вариант. Ну, да, неприятно. Да, война, да, гибель, да, кровь. В общем-то. Но, значит, других условий, которые бы наиболее полно соответствовали нашему состоянию сегодняшний день, на Луганчине, допустим, не существует. Вот иначе вы просто не поймете. Иначе вас подтолкнуть к осознанию того, что вы в перспективе человека, что можете достигнуть этого уровня, и что созданы самые благоприятные условия для форсированного роста. Если это, смотреть на это, на все, как на возможности, ну, все становится тогда на ноги. Остановится все нормально. Поэтому хочется вам пожелать использовать эти возможности. В первую очередь понять, что это никакие не ограничения, вот, что это не для того, чтобы, там, каким-то образом напугать, воспитать страх или еще что-то. Вот, да, условия жесткие. Да, они такие, что... Но хороший тройнажер. Идеальный. Просто идеальный. То есть, если с другой стороны на все это посмотреть, то лучше, в общем-то, придумать нельзя. Понятно. Сереж, ну, во-первых, выражаем тебе еще раз огромнейшую благодарность за возможность встретиться, обсудить наши вопросы. Еще раз тебе желаем крепчайшего богатырского здоровья, как можно быстрее пойти на поправку и осуществить все то, что ты за себя намерен. Меня же поставили эти условия тоже непросто. Поэтому это, мой, скажем, жизненный опыт. Вот я с точки зрения служебного опыта говорю, что я, допустим, моя информационная система, моё состояние, как Homo sapiens, вот не могло дальше идти по пути развития, духовно-молюционно, находясь в условиях обычных. Поэтому меня поставили в необычных условиях. То есть, несколько смертельных болезней, которых там хватит на пяток человек, чтобы они загнулись в течение двух недель. А тут полтора года, и ничего. Поэтому я тоже считаю, что для меня это возможность, в первую очередь, а не ограничение. Ограничение с точки зрения, чтобы я не распылялся, не уходил там куда-то мыслями, не летал в облаках. Просто взяли, заземлили, опустили. Всё, занимайся собой. Всё, вопросов нет, занимайся собой. Но вот если я понимаю, что это для меня возможность, что это для меня трамплин, что это для меня совершенно новый разворот и путь, то я к этому отношусь-то совершенно нормально. Я же не протестую против того, что меня ограничили достаточно жёстко. Значит, в других условиях всё пошло, говорит моя душе. Зачем мне такие условия? Поэтому я принимаю эти условия, как идеальные для себя, на этот момент. Как только там всё у меня информационная матрица и устаканница, как у меня всё это там притрётся, как только я откажусь от собственной воли, она всё воля твоя, да, предамся. Как только разберусь со своей дальнейшей миссией, предназначением, что от меня там в небесной канцелярии хотят, куда мне бежать и что мне делать, мгновенно всё стабилизируется. Будет другое состояние и будет другое условие. Поэтому хайф проще всего всё, что есть вокруг. А принять, вот, как данность, ну, вот, не совсем просто. Поэтому, да, сложно. Да, хотелось бы, может быть, как-то иначе. Но для вас вот такие условия. Поэтому сетовать на то, что вот что-то не так, ну, во всяком случае, неразумно. Обратите внимание, друзья, вот то, что только что говорил Сергей, эти условия можно воспринять как действительно тренажёр и трамплин и скакнуть именно отсюда. А можно расплакаться, обвинить весь мир, сложить лапки и тихо где-то загибаться. Как всегда, выбор за нами. Всё, благодарю. Всего доброго.